Всем привет дорогие друзья! Привет! Сегодня мы с вами на Дамлаташи едем на пляж Дамлаташ, на один, ну второй наш самый любимый пляж после пляжа у крепости. В общем, посмотрим, что там с волнами, что там с пляжем, покупаемся, поплаваем. В общем, покажу вам, что там происходит. Дамлаташ очень классный район, здесь много зелени, здесь расположено большое количество гостиниц, поэтому если вы приезжаете в Алань, берите гостиницы на Дамлаташи, потому что он и близко к Клеопатрии, и близко к центру, и особенно если вы приезжаете с детишками. Здесь расположен один из самых больших детских парков, здесь есть баскетбольные площадки, различные спортивные площадки. И непосредственно вот здесь расположен очень красивый парк, вы его могли видеть в моих других видео. Вот он, парк с фонтанами, и прямо рядом с ним расположена одна из самых больших детских площадок в Алани. Вот она там видна, поэтому вечером приходите гуляйте здесь с детишками. И здесь также есть около парка улица мастериц, которая есть и на набережной, где продают, вот она видна, где продают различные сувениры и подделки ручной работы. Также на Дамлаташи, конечно же, расположена канатная дорога. Очень много народу по канатной дороге. Вы можете подняться на крепость, и не забудьте, что поднявшись на крепость, вы можете посетить мечеть, культурный дом, традиционный турецкий дом. И наверху, поднявшись, пройдя мимо мечети, есть трансфер, который отведет вас на самую-самую вершину. В описании я оставлю ссылку на видео, где я вам показываю этот трансфер. Ну а мы уже приехали на пляж, сейчас будем купаться и отдыхать. На Дамлаташи также расположена Дамлаташ, пещера, которая обладает лечебными свойствами. Вход стоит туда, по-моему, 5 лир. Я раньше снимала, если еще раз пойдем, то обязательно сниму. Ну и вот так вот он выглядит, сам вход на пляж. Здесь тоже можно, кстати, арендовать лежаки, зонтики, купить разные напитки. Но мы всегда любим брать с собой свои полотенчики и идти в самый-самый, вот туда в самый конец пляжа и отдыхать прямо около скал. Здесь тоже есть вот такая вот детская площадка. Есть, конечно же, души. Насчет переодевалок я не знаю, но есть душ. Есть вот такие вот зонтики, которые можно взять в аренду. Ну и, конечно же, бунгало, если вы хотите поваляться около бара. Ну и, естественно, вот эти вот все лежаки можно взять в аренду. Несколько душев здесь. Можно поиграть в волейбол пляжный. Ну а мы идем в самый конец, где сейчас расстелим полотенчики и я буду плавать. Здесь песок не очень мелкий, такой более или менее крупный. И здесь бывают сильные волны. Но сейчас уже... Да, волны сегодня прям очень сильные. Ну посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, мне кажется, лучшей Невова Лани нет. Несмотря на волны, но очень-очень здесь классно. Еще раз покажу вам уже без водонепроницаемого чехла, чтобы вы посмотрели и послушали море. В общем, очень мы любим пляж DimaTorzok Накупалась я, конечно, сегодня. Айхан сегодня не купался, я купалась. Очень классные действия. И, ребята, пожалуйста, не спрашивайте, почему я купаюсь в майке и в лосинах. Потому что, представьте, если бы я купалась в бикини, мне пришлось бы каждый раз смазать тело кучей крема. Мне это ужасно надоело. И на самом деле, вместо майки я себе искала футболку, как у серферов с такими длинными рукавами, чтобы у меня тело вообще было полностью закрыто. Просто пришел, искупался, лицо намазал кремом, кисти рук намазал кремом и все. Не хочется мне больше мазаться кремом. Может быть, даже из-за этого мы раньше ходили на море меньше, чем мы ходим в этом году. Потому что в купальнике мне ходить уж совсем неохота мазаться тонной крема постоянно после каждого купания. Вот здесь вот расположена сама пещера. Конечно же, здесь есть туалеты и многочисленные-многочисленные сувенирные лавки. Слышите, как орут цикады? Многие из вас спрашивали, что это такое орёт, что за насекомое. Это на самом деле цикады, которые чем жарче, тем громче орут. Ну а вот она, канатная дорога. Туда всегда ходят вот такие вот... Субтитры сделал DimaTorzok Данатной дороги, снают туда-сюда. Мы уже вернулись к нашему мопеду. Вот, кстати, туристический информационный центр, который расположен на Дамлатаже. В него мы с вами ещё сходим. Я вам расскажу, что там есть, на каких языках, в общем, для чего он вообще нужен. И проехали мы мимо археологического музея. На канале у меня нет видео про него, но если хотите, я тоже могу снять про археологический музей. Он небольшой, но достаточно интересный. В общем, вот так вот мы покупались воскресным днём. Мы с вами сегодня прощаемся. Всем всего хорошего. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока, всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok